Отряд передо мной в Адушеренду, становись! Александра ученица 10 класса и уже командир юнормейского отряда. Военно-патриотическое движение для девушки пока еще увлечение, которое со временем может стать призванием. В больших парадах Александра участвовала пять раз, но сегодня школьные стрижи представляют свои достижения в формате онлайн. Это такое незабываемое чувство, каждый раз это волнение, чтобы сделать все очень хорошо. Очень грустно то, что мы все-таки не побудем на большом этом мероприятии. Но, с другой стороны, все-таки дистанционно мы можем лучше подготовиться и намного лучше себя показать. В этом году юнормейцы не будут принимать участие в юбилейном параде памяти на площади Куйбышева, таковы противоэпидемические требования. Зато парад приходит в каждую школу. Литературно-музыкальные композиции мы этой памяти верны в исполнении агитбригады на тему «Самара. Город трудовой доблести». В который раз мы празднуем победу, «Но то, что совершили наши деды, ты помни, никогда не забывай». В честь 75-летия Победы и юбилейного парада памяти ученики пишут сочинения, проводят творческие акции, сами организуют экскурсии по военно-историческому музею. В Самарской школе номер 24 фрагмент экспозиции посвящен герою Советского Союза Михаилу Буркину, имя которого присвоено учебному заведению. 28 октября 1941 года для Михаила Ивановича Буркина начались его первые фронтовые дни. Целыми днями и ночами была бомбежка. Немецкие войска полностью раскрыли русский аэродром. Но Буркин и свои бомбардировщики взлетают и совершают два боевых вылета по немецкому аэродрому. Указом президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за борцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте, борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужестве героизм, подполковнику Буркину Михаилу Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с уречением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В музей на время превратились и школьные коридоры. Они украшены рисунками. Актовый зал стал литературной гостиной, в которой считают стихи о войне и о победе. Ольга Бергольц, баллада о младшем брате. Его ввели в германский штаб, и офицер кричал, «Где старший брат? Твой старший брат? Ты знаешь, отвечай! За брата младшего в упор рази врага сейчас! За младших братьев и сестер, не вдававших нас!» В творческом конкурсе сейчас задействованы все самарские школы. По олимпийскому принципу главное – участие. Но все же каждому ученику хочется стать лучшим и показать свою победу. Дети всегда подходят более ответственно, потому что они стараются быть похожими на дедов, прадедов, которые победили. Они тщательно следят за подвигами, которые были совершены к этим мероприятиям. Дети относятся очень серьезно. Школы подготовили онлайн-программу, но все же и учителя, и ученики надеются, что уже на будущий год у них будет возможность участвовать в масштабных мероприятиях. А этот год оставит очень ценный опыт всеобщего творческого участия в парадном шествии. Олег Зверев, Константин Головин. События. Никогда не забывай! Продолжение следует...